друзья всем привет и так новинка от компании сяоми это редми нот 9t модель вышла уже 2021 году буквально там неделю или две назад была на него акция кстати пришел очень быстро буквально на за 12 дней это наверно один из таких рекордов из китая момента заказа до момента получения пошло всего лишь 12 дней так купил я его к сожалению за 16 в общем 16 там с половиной 16 800 не помню уже точно потому что я прошляпил момент я был на работе некогда было следить за акциями за распродажами на алиэкспресс а вообще его можно было купить по за 14 тысяч рублей это с купона но к сожалению купоны как обычно там буквально за час за два все расхватали и осталось просто скидочная цена в связи со стартом продаж на сяоми редми нот 9 но все равно цена вкусная сейчас он еще дороже будет стоить поэтому ну в общем ребят сейчас мы скроем посмотрим ссылочка естественно на магазин будет в описании еще раз напомню что очень быстрая доставка и это конечно круто цвет вот такой пурпур пурпурный да давайте ладно скроем коробку не буду затягивать ваше драгоценное время это будет легкая такая распаковочка буквально поверхностно все будет у нас это внешний вид устройства посмотрим по габаритам какой аппарат включим естественно послушаем как играют внешние динамики посмотрим оболочку на быстродействие системы посмотрим как со всем этим справляется дэмэнсити 800ю здесь кстати он стоит тем он и примечательный ну и кстати как могли заметить здесь 5g что для нас не очень хорошо минимальная стоимость модема наверно процентов 15 от стоимости этого аппарата то есть в реале можно было бы сделать 4g плюс и тогда бы он был дешевле еще бы тысячи на две с половиной ну где-то в этих пределах ладно давайте сейчас скрою коробку не буду томить вас ожиданием в общем сейчас я к вам вернусь так открыл коробочку давайте посмотрим что идет в комплекте так опять вот тонна макулатуры скрепка ну и чехол сейчас посмотрим какого качества чехол чехол могу сказать что такого среднего качества такой мягковатый потому что дни 10 т-лайт чехол там вообще был крутой и вот эта поверхность была матовая и он сам по себе был пожестче но все равно чехол довольно таки нормальный на первое время пойдет давайте сейчас мы уберем в сторону и сейчас чуть позже примерим как он будет смотреться на аппаратике давайте пока в сторону уберем смартфон потому что здесь еще что-то накидано так кабель usb type-c с белым коннектором кстати не очень толстый он явно тоньше чем на mi 10t light ну и такая вот зарядочка зарядное устройство у нас уже с евро вилкой не нужны никакие переходники ну и посмотрим на 22 с половиной ватта в общем зарядка быстрая и это хорошо и хорошо что без переходника ну естественно переходника потому что все таки это у нас уже global очка ну и вот он сам виновник торжества redmi давайте сейчас я аккуратненько открою так давайте посмотрим что здесь написано так ну вот mediatek дмн сити 800 you как я вам говорил 5g 48 мегапиксель ли камера 653 он меньше уже хорошо чем пока чем mi 10t light и 5000 миллиампер час 18 ватт кстати а 18 ватт у нас комплекте зарядка поддерживает он 22 с половиной ватта в общем вот так ну не может не радовать быстро зарядка естественно ну и конечно же беспроводной здесь нет поскольку это такой средний бюджетный аппарат а может быть даже скорее и бюджетный давайте сейчас вскроем полюночку сторонку ну давайте сразу сейчас оденем чехол примерим посмотрим закрывает он блок камеры или нет так плотника довольно таки одевается чехол круто так ну что камеры принципе у нас защищены наплыв на дисплей тоже есть по углам в общем на первое время хватит вам этого чехла пока вы подберете что-нибудь более существенное более такое красивое что под себя это обычный силикон буквально через несколько недель он у вас пожелтеет так первое что хочется отметить это текстура она конечно пластиковая задняя крышка но при этом она текстурирована и конечно же никаких отпечатков пальцев он собирать не будет это уже круто так ну а потому как он продавливается или нет ну вы знаете такое впечатление плотного пластика то есть я удавлю вот в этом месте где должно быть nfc и он не поддается продавливанию то есть это классно ну и конечно же здесь крышка одно целое то здесь нет отдельной рамы то есть вот эта вся крышка накрывает корпус аппарата она не отдельно в общем все это пластик но пластик замечу довольно таки качественный он матовый и тем более еще текстурированный в общем нормально ну а блок камер сделан вот так вот уже тенденция 2021 года вот такой вот шайбой ну еще раз посмотрите на цвет этого аппарата нет никаких градиентов это в принципе нормально потому честно слово уже надоели эти градиенты ну что давайте включением включаем его клавиша включения справа на торце качелька регулировки громкости также справа сверху какой-то датчик скорее всего микрофон для шумоподавления и к порт снизу смотрите 3.5 миллиметра есть перфорация решетки динамика usb type-c и микрофон так давайте сейчас я включу аппарат и пас уже вернусь к к распаковочке ну вот такая надпись 5g милай встречает нас милай 12 уже идет из коробки сейчас я буду вводить пароль от вай фай роутера и заодно посмотрю какое здесь вибро значит что по вибро по вибро сразу могу сказать она не дешманская но она конечно хуже чем в пока x3 и конечно же она хуже чем в ми-10 т-лайт ми-10 т-лайт прям вообще вибро было флагманская она чуть наверное все таки уступает пока x3 nfc но вибро классная еще расскажу вибро классная так ну давайте сейчас выполнить первоначальные настройки и вернусь к вам так выполнил я первоначальную настройку давайте зайдем сейчас прибавим яркости вот скачивается еще у нас приложение посмотрим в принципе экранчик яркий и также нормальный порог минимальной яркости ничего практически не видно давайте так вот на этом уровне оставим зайдем давайте сейчас посмотрим есть ли обновление кстати очень много китайщины сейчас здесь не китайщина вообще сторонних приложений но они очень легко удаляются давайте сейчас зайдем в управление приложениями и удалим все ненужное все приложения и нажимаем на значок удаления так удалим 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 конечно на хрен на хрен офис мне не нужен не нужен чтобы не приходили обновления чтобы не использовался трафик google тиск мне тоже не нужен в общем все что вам не нужно удаляйте facebook если он вам не нужен удаляйте потому что очень много жрет аккумулятора это приложение youtube music мне тоже не нужен не нужно не нужно google pay конечно же оставим потому что это бесконтактная оплата так на хрен на хрен новости тоже нам не нужны здоровье но пока что оставим конечно же все это удаляем это тоже это тоже удалить общем мы сейчас удалим приложение на 18 гигабайта неплохо да так что рекомендую удалять то что не нужно не оставляйте рабочий экран таким как он есть из коробки удаляем ну и после того как мы все это удалим давайте зайдем сейчас в телефоне посмотрим что сколько памяти осталось да и вообще посмотрим что здесь за железо кооперационка стоит в общем так miui версия 1204 стабильная хранилище 16 с половиной у нас занято из 64 то есть 50 осталось удалили почти что 2 гига неплохо все параметры давайте посмотрим так 8 ядер p2 и 4 android 10 версия стабильная так память память в принципе давайте посмотрим есть ли обновление у нас или нет ну скорее всего никаких обновлений нету иначе он бы выдал о том что есть какое-то обновление возможно сейчас все это настроиться еще и какое-нибудь обновление прилетит даже во время этой распаковки ну а давайте выйдем ну и можете смотреть как работает система то есть domain city 800 u на самом деле очень классный производительный процессор я думаю что 60 герц и ps дисплей здесь должно все просто летать на самом деле все так и есть еще смотрите такой нюанс просто идет скачка файлов обновлений поэтому будут кое-какие сейчас подвесоны но в принципе работает все очень даже круто так давайте на нас сейчас что сделаем я вам расскажу как он сидит в руке но в общем смотрите он явно прям ли сидит в руке лучше чем mi 10t lite хотя за счет наверное вот этой своей текстурированной пластиковой крышки ощущается недорогим устройством конечно mi 10t lite прямо ощущался действительно флагманом но он в любом случае по тактильным ощущениям и по удобству лучше чем пока x3 nfc это я вам говорю сто процентов ну давайте сейчас наверное зайдем в интернет я какой сейчас файл музыкально скачают послушаем как играет внешний динамикс в общем скачал я пару мелодий давайте послушаем как играют здесь динамики вы знаете я здесь допустил одну ошибку такую критическую здесь стерео блин я почему-то думал что здесь моно но я вообще не залазил спецификацию на телефон ни какие-то там информации не собирал просто думаешь почему то что здесь будет моно но здесь охрененный стерео звук как для этой цены и он действительно громкий не дребезжащий не звенящий это верхний сейчас играет это нижний динамики практически равноценные ну нижний конечно чуть по басисте и чуть погромче а так принципе звуку я думаю претензий никаких не будет ну в общем в процессе этой распаковки вот такая приятная неожиданность думал что здесь моно звук но здесь нет здесь очень классный стерео звук и кстати аппарат поддерживает high res audio то есть все кодеки ldac aptx hd в общем со звуком я думаю здесь все будет круто но опять же в обзоре я все подробно об этом расскажу так ну и могли бы наверное заметить как все таки меняет при отклонении цвет и яркость дисплей конечно матрица здесь стоит не самое лучшее но в принципе как для этой цены сойдет все таки в пока экстренный все и вся уме ми 10 т лай там конечно матрица была поинтересней но опять же цвет и передач никаких вопросов у меня нету единственный минус это то что конечно видите да я отклоняю аппарат и под углами конечно яркость очень сильно теряется но это не критично никто не будет из вас вот так вот смотреть рассматривать там какие-то фотографии или же смотреть фильмы конечно все будут смотреть под прямыми вот так под прямым углом так ну давайте еще зайдем в настройки посмотрим может быть есть какие-то дополнительные настройки дисплея кстати белый цвет здесь нормальный шрифт прорисован классно вообще мне нравится как миюай отрисовывает свои шрифты круто очень так давайте экран так темный режим кстати есть хотя он здесь бесполезен аккумулятор вы на этом не сэкономите но здесь 5000 миллиампер часов я думаю что аппарат будет держать овер до хрена потому что все таки 60 герц нету высокой частоты обновления экрана а жаль процессор домен сети 800 ю с этим очень бы легко справился давайте стандарт насыщенный авто кстати насыщенные давайте насыщенный оставим нормально ну и также можно будет под себя подгонять особый холодный теплый стандарт до стандарт давайте оставим не думаю все таки претензий претензий не будет совершенно никаких у вас дисплею так ну телефончик погрузился давайте еще разойдем посмотрим насколько нормально работает система миюай все довольно таки шустро довольно таки плавненько все таки не не 90 герц конечно но как для 60 герц про спрос будет просто на ура вывозить все что вы запустите и думаю что никаких проблем не будет с выгрузкой приложений также есть конечно же здесь и жесты так на дисплее наклеена пленочка тоже этот момент не может не радовать на первое время хватит потом купите стеклышко ну и фронталка врезана у нас в лев в левый угол верхней дисплея все таки думаю что это лучше чем капля так давайте начнем знаете что сделаем откроем лоточек посмотрим какой здесь слот у нас так ну и слот царский две сим-карты и флешка то есть можно даже сэкономить купив детстве на 60 на 64 гигабайта но знаете там все таки в 128 гигабайтной версии память уже и фс 2 и 2 здесь и фс 2 1 насколько это критично же я думаю что не критично и в обычном использовании вряд ли кто-то изменит вернее увидит какую-то там скорость 2 2 в 1 думаю что это на глаз вообще нам будет нереально определить ну и кстати есть резиночка резиновая прокладка то есть от влаги падания каких-то брызг телефон защищен и поскольку у нас джек снизу то думаю что под дождем тоже можно будет в экстренных случаях поговорить благо не попадет в телефон давайте еще раз так зайдем все таки наверное мы обои посмотрим на дисплей еще раз да нет я думаю не будет никаких претензий на самом деле дисплей ну нужно понимать что все-таки цена этого телефона до 20 тысяч рублей и все-таки бюджетный аппарат и как за эти деньги я думаю что с дисплеем здесь все нормально что касается камер ну давайте буквально сделаем пару тройку снимков здесь у нас камера основная на 48 мегапикселей от помни vision 1 и 8 апертура думаю что чудес от нее конечно же ждать не стоит ну давайте попробуем а вдруг по одному снимку конечно трудно будет судить в общем в обзоре естественно я все расскажу все покажу по фотку видео поснимаю давайте зайдем настройки кстати 48 мегапикселей можно будет включить прям сразу из настроек не надо будет заходить куда-то дальше то есть на первоначальном экране настройки настройки камеры есть этот режим 48 мегапикселей довольно таки все неплохо как за эту стоимость думаю что камера конечно не удивит так видео что у нас по видео 4к 30 кадров в секунду есть и в принципе это круто есть и 60 кадров в секунду при 1080p в общем ждем обзора сейчас ставлю сюда симочку и начну им пользоваться в общем по первым впечатлениям в принципе ничего хорошего двое ничего плохого ну хотя бы это не лопата и уже хорошо но удивил кстати звук блины все-таки не забываем про 5000 миллиампер часов думаю что аппарат будет годным своего покупателя в любом случае найдет ну такой цвет новенький что-то новое и текстурированная задняя крышка в принципе это нормально потому что не будет никаких отпечатков можно будет носить его без чехла а модуль камер конечно же выпирает не даст его все таки в полной мере насладиться его таким вот видом без чехлов без стекла без пленок думаю что в любом случае надо будет и стекло сюда клеить и какой-нибудь чехол заказать хотя пластик при ударе не разобьется и он повторю еще раз не дешманский то есть прям вот действительно я давлю на него и никак не могу его продавить по сборке тоже претензий нету нравится мне вот этот пощелкивание клавиш регулировки громкости в общем смотрите аппарат довольно неплохой по первым впечатлениям как за эту стоимость ссылочка на магазин будет внизу повторю что дошел телефон очень быстро буквально там за 12 дней все ждите полного обзора всем пока пока пока